Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Всякий раз, когда на канале выходит какой-нибудь ролик, где я использую духовку, возникают вопросы о режимах готовки. Включать ли конвекцию, включать ли гриль? Я на такие вопросы отвечал раз, наверное, 50, если не 100. Думаю, что проще один раз отснять ролик, чтобы в дальнейшем, при возникновении подобных вопросов, просто предоставлять вображающим ссылку. Я тут посчитал и с удивлением обнаружил, что успел уже, оказывается, поэксплуатировать 9 разных духовых шкафов от разных производителей. То есть есть некоторый опыт, прямо скажем, по обузданию этих чудо-агрегатов. И сейчас этим опытом я с вами поделюсь. Большинство духовых шкафов, которые используют подписчики канала, это электрические и газовые. Людей, которые используют духовки в дровяных печах, среди подписчиков чрезвычайно мало, поэтому я про такие духовые шкафы и говорить ничего не буду. Итак, сначала пойдусь по основам. В духовом шкафу передача тепла осуществляется двумя путями. Это инфракрасное излучение, получистое тепло и конвективная теплопередача. Для тех, кто успел забыть школьный курс физики, напомню, что конвективная теплопередача, применительная к духовке, это передача тепла при помощи молекул воздуха. В газовой духовке нагрев осуществляется, как правило, только снизу. В электрической духовке Есть нагревательный элемент снизу, нагревательный элемент сверху и вентилятор. Включение вот этого вентилятора и называется обычно в духовках, тем самым режимом конвекции. Духовки все очень разные и пекут они очень по-разному. Самая главная, основная, я бы сказал, неприятная проблема духовки, это неравномерный прогрев пространства духовки по объему, в результате чего и получается, что одна сторона сгорела, другая абсолютно сырая. Например, русская печь имеет значительно больший внутренний объем, чем та же самая духовка. И массивные стенки русской печи, выложенные из кирпича, запасают значительно больше тепла, чем может запасти духовка, но с ее тоненькими металлическими стенками. Поэтому прогрев продуктов в русской печи осуществляется более равномерно, просто потому, что там температурный градиент по объему значительно ниже, чем в электрической духовке. Вы, для примера, можете посмотреть вот в этом, в этом, в этом роликах, как я готовлю, в аналоге русской печи. Это помпейская печь, она у меня стоит во дворе. Она из глины, стены ее, конечно, значительно тоньше, чем у русской печи, но там тоже градиент температурный, то есть разница температур по объему, по высоте, по площади значительно меньше, чем в такой вот духовке. Или, например, вот в этом ролике вы можете посмотреть, как мы с моим товарищем готовим в тандыре. Там та же самая история. За счет толстых стенок этого тандыра они набирают много тепла, и толщина стенок работает как теплоаккумулятор. И он выравнивает температурный градиент внутри объема тандыра, за счет чего и получается тоже более равномерное приготовление пищи в нем. Отсюда совет первый. Если ваша духовка печет неравномерно, то самый первый, самый простой и самый лучший, наверное, способ выровнять эту самую неравномерность использовать глиняные горшки. Глина нагревается медленно, теплота в ней распределяется гораздо более равномерно, нежели в металле. Поэтому глиняный горшок будет работать стабилизатором температуры. И в горшке подобного типа можно готовить даже хлеб. Совет второй. Использовать камень. Вот у меня кусок гранита, который я выцегонил в гранитной мастерской, затем болгаркой обкарнал под размер своей духовки. Можно использовать любой массивный камень. Главное, его толщина и размер. Такой, чтобы хватило на все ваше изделие. То есть на пиццу, ну или на все ваши пирожки, которые вы соберетесь на нем выпекать. Камень вы кладете на самую нижнюю полку духовки. Я кладу на решетку. Перед готовкой в течение 40 минут, часа он хорошенько разогревается. А затем прямо на бумаге для выпечки, на которой у меня собиралась пицца или подходили мои пирожки, я сбрасываю на этот камень все эти изделия. При этом, во-первых, низ продуктов очень хорошо пропекается, просто потому что контактная теплопередача осуществляется в разы быстрее, чем конвективное или излучением. А во-вторых, этот камень также служит и стабилизатором температуры в духовке. Он выравнивает весь температурный градиент внутри объема духового шкафа. Поэтому все печется очень равномерно. Это были советы, которые одинаково хорошо работают, как в электрических, так и в газовых духовках. А сейчас я перейду к электрическим, а именно к режиму конвекции. Что это такое и с чем его едят? Что происходит с тестом, которое попадает в атмосферу горячей духовки? Оно начинает нагреваться. Но нагреваться он начинает не одновременно по всему своему объему, а с поверхности. То есть сначала нагревается поверхность, а потом теплота эта достаточно медленно проходит вовнутрь. От высокой температуры на поверхности теста образуется плотная сухая корочка. Теплота проходит дальше внутрь, и пузырьки газа, которые содержатся в этом тесте, пытаются расшириться. Если к этому моменту эта самая сухая корочка уже образовалась, то она не дает тесту подняться. В результате либо эта корочка некрасиво лопается, и у нас получается некрасивое изделие, либо корочка достаточно плотная, она не лопается, и она не дает подняться тесту. И изделие у нас получается не такое воздушное, какое могло бы быть. Чтобы этого избежать, перед посадкой в печь, нужно и изделие активно увлажнять, обрызгивая его водой, например, из полиализатора, и атмосферу духовки сделать достаточно влажной. Я, например, в нижнюю часть духовки выплескиваю стакан воды. Второй способ избавиться от этой напасти – это исключить ускоренную теплопередачу, а значит ни в коем случае не включать режим конвекции. Вернее так, режим конвекции – штука полезная, но она полезная только тогда, когда вам нужно в уже практически готовом продукте получить красивую румяную корочку. То есть, если у вас ваша выпечка, ваш хлеб, ваши булки или ваше мясо внутри уже готово, а снаружи еще не образовалась вот эта красивая яркая корочка, включение режима конвекции как раз-таки позволит вам ускорить теплообмен по поверхности продукта, и вы сможете получить яркую красивую румяную корочку до того, как излишняя теплота пройдет вовнутрь ваших изделий и высушит их. Для очень жирной утки, например, использование режима конвекции полезно будет с самого начала, потому что основной жир в утке содержится непосредственно под шкуркой, и использование режима конвекции позволяет ускорить вам теплообмен по поверхности, в результате жир будет вытопливаться быстрее, а шкурка будет становиться более румяной, более хрустящей, и этот лишний жир, который есть в утке, будет вытапливаться, пропитывать мясо, и в результате у вас и утка получится сочной, без излишнего количества жира, и шкурка получится яркой, хрустящей. Другой вариант. Допустим, вы готовите мясо методом slow cook, ну, как вот баранина в этом ролике, или как буженина, вот здесь щелкайте, посмотрите, ну, либо загляните в описании видео. То есть вы при невысокой температуре, долго, 4-5 часов запекали мясо, оно у нас внутри полностью готово, сочное, но снаружи из-за этой низкой температуры этой самой корочки яркой, красивой, ароматной нет. То включение режима конвекции в самом конце, на 5-10 минут, позволит вам получить как раз-таки эту самую желанную корочку и не пересушит ваш продукт, ваше мясо внутри куска. Короче, подводя итог, выбор режима в готовке в духовом шкафу, это в первую очередь понимание того, какие процессы происходят в вашем продукте во время готовки. Если вы четко сформулировали для себя ваши пожелания, если вы смоделировали процесс, мысленно смоделировали процесс, который будет происходить в вашем мясе при использовании разных режимов готовки, то вас гарантированно ждет успех даже с самой древней духовкой. На сегодня это все. Очень надеюсь, что сегодняшнее многословно нудное видео кому-то из вас поможет обуздать свою духовку. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok